Викусик, я тебе перекусить принесла. Я не хочу. Ну как не хочешь, Вик? Вик, ну ты же не можешь совсем ничего не есть. Ну давай, киношку посмотрим. Я не хочу, мама. И на вокал идти я тоже не хочу. Не хочу, понимаешь? Почему со мной в таком тоне разговариваешь? Что я тебе сделала? А что ты мне не сделала, мама? Ты заперла меня дома. Заставляешь ходить на вокал к психологу. Ты загубила мне свидание, опозорила меня перед человеком. Как ты не можешь понять? Я не хочу заниматься этим идиотским вокалом. Я хочу заниматься компьютером. Изучать его программное обеспечение, его возможности. Ты мне даже в этом мешаешь. Нет. Нет, Вика. Я никому не позволю с тобой разговаривать в таком тоне. Никому. И даже тебе. Понятно? Или тебя? Новая компания твоя, друзья твои новые научили этому, да? Нет, я слишком долго тебя пыталась оградить от нее. Но ты все равно находишь, да? Через интернет. Ты что делаешь, мама? Все, малыш. Никакого компьютера. Теперь, зайка, ты будешь сидеть здесь и заниматься вокалом. А то, я думаю, почему мне педагог говорит, что ты прогуливаешь, что вы застряли на одной теме. Аривидерча. Зареветь, убежать, или дверь на замок, и молчать, и лежать, изучать потолок, и мечтать. Не как все целовать небеса, потолок, карусель. Полчаса, полчаса, полчаса поезда под откос. Полчаса, не твоя полоса. Полчаса, полчаса, не вопрос, не ответ. Полчаса, полчаса, полчаса без тебя. Полчаса, полчаса он и я. Полчаса, каждый сам, каждый сам. Полчаса, по своим адресам. Полчаса, полчаса, ну уж нет, мама, и не позволю тебе все испортить. Я не буду жить по твоим правилам, не буду. Я хотела жить.